ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. ЗОЖ. Здоровье. ЗОЖ. Здоровье. И вот этот коронавирус. То есть мы с этой группой вирусов встречаемся в течение всей жизни. Я думаю, что наверняка нет ни одного человека, который бы ни разу не болел ОРЗ или ОРВИ. Вот эти острые респираторные вирусные инфекции, как мы их называем. И мы с ними встречаемся на самом деле регулярно. Вирусы, как и все микробы и бактерии, они регулярно мутируют, видоизменяются под действием каких-то внешних факторов, внешней среды, под действием тех антибактериальных противовирусных средств, которые мы на борьбу с ними изобретаем. Поэтому это нормальный, естественный процесс. Точно так же мутируют все остальные вирусы. То же самое произошло в этом году с коронавирусом. Несколько он видоизменился, несколько изменилась клиническая картина, заболевание, которое он вызывает. Но на самом деле, на наш взгляд, на взгляд медицинского сообщества, в общем-то, ничего такого необычного и сверхъестественного не происходит, если мы посмотрим на ту ситуацию, которая происходит в мире. А в общем-то, в Китайской республике это уже процесс начался с декабря месяца. То есть мы уже имеем возможность наблюдать в течение практически четырех месяцев развития эпид-процесса. Я, например, очень четко всегда отслеживаю, когда в центральных средствах массовой информации говорят о том, сколько человек в мире заболело, сколько умерло, и всегда подсчитываю, какой процент. То есть процент всегда колеблется между 3 и 4 процента. Это, в общем-то, обычный стандартный процент умирающих во время инфекционного процесса. Даже, в принципе, от внебольничных пневмоний в разные годы, на разных территориях Российской Федерации, вот этот процент от 3 до 4 при внебольничных пневмониях, он, в общем-то, тоже такой достаточно стандартный и типичный. То есть по большому счету, ну да, можно говорить о том, что масштабная инфекция, да, достаточно быстро она распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения уже объявила о пандемии, то есть она объявляется тогда, когда в инфекционный процесс вовлечено несколько континентов, что и происходит. Но на самом деле течение, оно, в общем-то, достаточно стандартное и типичное. То, что, ну так скажем, под угрозой риска определенные категории граждан оказываются, это тоже абсолютно типичная ситуация. Действительно, всегда под удар попадают, опять же, при любой инфекции, при обычном и привычном для нас гриппе, это лица старшей возрастной категории, да, 60-е, старше. Тоже по абсолютно понятным причинам, потому что в силу возраста уже снижен иммунитет, в силу возраста обычно имеется несколько хронических заболеваний. В первую очередь это заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Все эти заболевания, естественно, снижают, во-первых, естественный иммунитет и сопротивляемость организма. А с другой стороны, конечно, когда человек заболевает острой какой-то инфекцией, ну, так скажем, организм бросает все силы на борьбу с этой инфекцией, и по хроническим заболеваниям идет декомпенсация. Еще ведь даже и в силу этого смертность может увеличиваться, то есть при банальном гриппе не всегда смерть связана непосредственно с гриппом или с пневмонией, а порой она бывает связана просто с декомпенсацией течения хронических заболеваний. Вот и все. Поэтому, я думаю, первое, что нужно сделать всем, это успокоиться, не паниковать. Мы с вами эпидемии проходим каждый год, практически каждый год. По гриппу только мы, ну, так скажем, имеем защиту, да, и прививаемся. Сейчас мы прививаем практически половину населения по коронавирусной инфекции. Пока у нас вакцины нет, но процесс достаточно типичный для нас. Ну, в общем-то, это мне хотелось услышать, да, вот эту панику снизить. И все-таки ряд каких-то конкретных рекомендаций хотелось бы услышать о защите, о профилактике. Как себя вести, да, какие меры соблюдать. Есть ли смысл сейчас там усилить прием витаминов в целом, да, там, про питьевой режим очень много пишут в интернете. Вот это, кстати, тоже я хотела задать этот вопрос. Так ли действительно важно каждые 15 минут пить теплую воду? Или это очередной фейк из интернета? Ну, профилактические мероприятия при коронавирусной инфекции, опять же, они как бы не конкретно при ней, а типичные для всех инфекций, да, для всех респираторных вирусных инфекций. В первую очередь это ограничить пребывание в местах массового скопления людей, да, и если все-таки такая необходимость есть, то, ну, наверное, все-таки разумно какие-то средства индивидуальной защиты, маску все-таки одевать, да. По возвращению можно, скажем, с профилактической целью промыть носовые пазухи, прополоскать ротоглотку. То, что еще рекомендуется, это больше бывает на свежем воздухе, ну, конечно, погода у нас сейчас не располагает к продолжительным прогулкам, но тогда проветривать помещение, использовать дезинфектанты для рук или просто чаще мыть руки. Что касается питьевого режима, ну, вот, честно говоря, это вот сейчас от вас первый раз услышала. Ну, я действительно спрашиваю, потому что в интернете очень много об этом пишут, в соцсетях, поэтому я и спрашиваю. Питьевой режим повышенный уже рекомендую в тех случаях, когда повысилась температура, если, скажем, нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, то, да, ну, как такая своего рода дезинфекционная терапия, то есть, скажем, если в стационарах мы ее проводим внутривенно, да, ставя капельницы, то здесь, ну, вот таким естественным методом, особенно, да, зеленый чай или клюквенный морс, чай с лимоном или воду с лимоном, да, то есть эти все продукты, они богаты витамином С. Ну, вот витамин С, собственно говоря, он, да, всегда при простудных, респираторных инфекциях всегда тоже рекомендовался. Ну, и народные средства, лук, чеснок, это тоже, я думаю, все знают. Ну, все острые специи, да, такие? Это просто, да, и доступно абсолютно всем. А какие-то дополнительные, может быть, еще, я не знаю, вот про Омегу тоже начали говорить врачи в Инстаграм, доктора причем, вот поэтому я и спрашиваю вас. Омега-ненасыщенные кислоты? Да, да, да. Нет, сюда они точно не имеют никакого отношения. Ну, то есть, как бы сейчас они не укрепят так быстро организм, чтобы пережить вот эту вот эпидемию, да? Проблема еще этого сезона у нас в том, что наслоилась и заболеваемость гриппом ОРВИ, да, мы только что прошли, так скажем, период повышенной заболеваемости гриппом ОРВИ, уже были готовы отменить карантинные мероприятия, но вот до России, так скажем, дошел и коронавирус, поэтому плавно перетекли. Поэтому все равно циркулирует еще, помимо, вот почему еще я хочу сказать, что не надо паниковать, коронавирусов практически нет, да? Да, попозже мы скажем цифры, а болеют в основном ОРВИ и грипп. Тут, может быть, с профилактической целью, даже вот в тех ситуациях, когда приходится бывать в местах скопления людей, ну, естественно, по согласованию с лечащим доктором, если нет никаких противопоказаний, возможно профилактический прием противовирусных препаратов. То есть вот от обычных ОРВИ и от гриппа они могут защитить. А что касается тестирования на коронавирус, вот человек с симптомами ОРВИ, он может, да, он может пройти вот этот тест и узнать результаты, есть ли у него коронавирус? Здесь вот какой порядок вообще действия? Значит, Леонид Викторович. Ну, я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день тестирование применяется, отработан алгоритм, и мы всех подряд не тестируем, не исследуем. В первую очередь нам нужно выявить источники и знать в целом ситуацию, какая у нас складывается, как на территории страны, так и на территории Кировской области. Мы проводим обследование определенной категории группы лиц, и в первую очередь это лица, которые подвергались риску заражения, находясь в странах, неблагополучных по коронавирусу. И мы знаем, что активная миграция, она как раз способствует заносу и инфекции в наши регионы. И после 1 марта все люди почему-то поехали отдыхать именно в страны Европы, хотя мы неоднократно предупреждали, что выдержитесь от этих поездок. Но тем не менее у нас очень активное население, и отдохнув в европейских странах, мы сейчас имеем завозы на территорию России, и выявляем мы в первую очередь коронавирус именно у этой группы лиц. Все те случаи, которые прошли по Российской Федерации, а их на сегодняшний день официальная статистика 199 случаев дает, это в основном все случаи завозные. Практически местных случаев распространения нет. И наша задача на сегодняшний день выявить эти источники, максимально их локализовать для того, чтобы прервать цепочку дальнейшего распространения. На это направлены на сегодняшний день все наши противопедимические мероприятия. Поэтому мы с такими людьми работаем активно и предупреждаем о том, что если они вернулись из неблагополучной страны, где регистрируются случаи заболеваний коронавирусной инфекции, они в обязательном порядке должны себя проявить, объявить, ни в коем случае не ходить на работу. Они знают об этом? Они как-то информируются? Во-первых, их предупреждают уже по прилету на санитарно-картинных пунктах, в аэропортах. И у нас практически правительство ввело ведь на сегодняшний день очень много мер ограничительного характера, в том числе и закрытие границ, и отмена поездов, в том числе и европейские страны. Много авиарейсов снято, поэтому это все делается на уровне правительства. И у нас работает штаб правительства Российской Федерации. И все те решения, которые они принимают, они их направляют в регионы. Мы тоже в соответствии с решениями нашего российского штаба у себя на своем уровне создали штаб при правительстве. И у нас он практически заседает каждый день, наверное, да. По каждой ситуации вырабатываются определенные меры для того, чтобы минимизировать эти риски. И хотя эти риски, они будут продолжаться. И в данном случае здесь, наверное, больше не для конкретного пациента важно знать, есть у него коронавирус или нет. Потому что мы видим, что коронавирус протекает у людей, которые попали в такую неприятную ситуацию, в виде легкой формы. И вообще статистика говорит о том, уже при исследовании в других странах, что в основном он дает до 80% легких форм в виде острых респираторных заболеваний, в виде субклинических форм. Лишь 20% населения требует госпитализации, когда уже более тяжело развивается клиника. И, в принципе, лиздальность на сегодняшний день оценивается не такой уж и угрожающей, устрашающей. Поэтому мы призываем всех граждан Кировской области проявить самосознание. И если сейчас объявлена нашим правительством самоизоляция, нужно все-таки эту меру активно использовать. И принять все меры к изоляции в домашних условиях, в частных домах, где это возможно. Если появляются контактные по больным, мы предлагаем им госпитализацию. Для того, опять же, чтобы снизить максимально риск распространения инфекции в нашем регионе. То есть мы такими противоэпидемическими мерами стараемся этот процесс затормозить и дать время всем подготовиться для того, чтобы можно было оказать медицинскую помощь всем людям. Вот те, которые попадут в 20 или в 3%, чтобы она была достаточной по объему и достаточно квалифицированной. А правильно ли я поняла, что те граждане, которые вернулись из-за границы, они попадают на карантин в течение 14 дней. То есть они получаются никаких контактов, они не выходят на работу. Оформляется ли при этом больничный лист? Какой здесь порядок? Да, конечно, больничный лист оформляется. Если человек вернулся из-за границы и он заболел, то он получает, как обычно, больничный лист по заболеванию. Если человек вернулся из-за границы и он здоров, то он получает больничный лист по карантину на основании постановления Роспотребнадзора. И вот буквально вчера мы получили новое постановление правительства Российской Федерации, по которому разрешено выписывать больничные листы, в том числе и контактным. То есть, грубо говоря, если возьмем стандартную семью, двое супругов, двое детей, предположим, что один супруг был за границей и вернулся, предположим, он здоров, то вся семья выводится на карантин. Это, так скажем, круг близкого общения, близкого контакта. И, соответственно, взрослым будут даны больничные листы. А карантин, он в домашних условиях или их куда-то переводят? Карантин карантинизируется в домашних условиях, то есть, если все здоровые и если они проживают в отдельной квартире, не коммунальной квартире, но сейчас практически нет и не общежития, то карантинизируются на дому. Но здесь вот тоже хочу согласиться и еще лишний раз акцентировать то, что сказала Людмила Викторовна, что действительно нужно очень сознательно к этому подходить. То есть, это не отпуск, это не время для развлечений, это карантин, это изоляция. То есть, не выходить из дома вообще? Из дома, да. Вот почему сейчас говорят о волонтерской помощи, да, но, в принципе, ведь тут вопросы доставки продуктов питания, да, но, насколько я знаю, у нас крупные торговые сети, там, при заказе на определенную сумму, они, в общем-то, доставкой занимаются, в том числе лекарственные препараты, если там, да, что-то понадобится, точно так же это определенные суммы. Ну, в конце концов, есть друзья-родственники, которые могут вот просто быстро там в дверях сумку передать, да, но не выходить, не гулять, не посещать, естественно, там, какие-то общественные места, магазины, аптеки, гости, конечно, это все исключено. Это карантин, это изоляция, и тут надо очень сознательно к этому подходить. А есть ли какие-то рекомендации, что при этом делать в доме, в квартире, какие-то, может, мероприятия по обработке? То же самое, о чем я уже сказала. С родственниками общаться посредством видеосвязи, посредством телефона, то есть можно придумать себе различные планы, дома можно найти всегда работу, поэтому... Это безусловно, да, я имею в виду, как обрабатывать, да, то есть, может быть, здесь какие-то дополнительные меры есть, и, может быть, они... Если все здоровы, если вернувшиеся из-за границы здоровы, то семья живет обычным порядком, да, если все-таки респираторные симптомы появились, ну, в общем-то, тоже, как обычно, мы стараемся, если несколько комнат, да, больного изолировать, одеть на него маску, в первую очередь маска одевается именно на больного, да, мы защищаем здоровых, так скажем, да, от больного. Выделить отдельную посуду, не собираться вместе, да, вот там, скажем, за обеденным столом, то есть, ну, вот, опять же, общие меры профилактики. Вот по поводу масок бактерицидных, да, сейчас я услышала, что она надевается на больного, а то, что вот у нас сейчас люди выходят в масках, это правильно? Спасает ли это, уберегает ли это от каких-то случаев заражения? Конечно, конечно, это спасает, но нужно помнить, что маска действует в течение трех часов. Менять. Да, да, их надо менять, вот, и, в принципе, не надо забывать, что, ну, вот, те маски в той форме, в которой они появились и сейчас есть, они появились, на самом деле, не так уж давно, и, в общем-то, я большую часть своей практики пользовалась обычной марлевой повязкой, это четыре слоя марли или бинта, завязки, ее, причем, ей удобно пользоваться, потому что она многоразовая получается, ее можно постирать, ее можно прокипятить, проутюжить хорошо, и все, она готова. К дальнейшему использованию, сшить маску, это буквально займет, там, минут пять-десять, несколько масок и никаких проблем. И нет повода абсолютно паниковать по этому поводу, то есть можно и сготовить самому эту маску. Это здорово, вы прям успокаиваете, вселяете надежду, потому что, действительно, готовясь к программе, посмотрев, действительно, что в соцсетях пишут, и каждый второй считает себя экспертом и начинает что-то рекомендовать, поэтому мы здесь, в студии, вас очень рады видеть по этому поводу, чтобы услышать все-таки информацию компетентную с первых хост. Вот, и хотелось бы еще про порядок работы с волонтерами, да, вот есть волонтерское движение, которое помогает людям. Вот здесь расскажите, как, есть горячая линия, насколько я знаю, туда нужно позвонить, и как вообще это организовано? У нас организована горячая линия у Министерства здравоохранения, работает она круглосуточная, телефон ее 8 800 143 03, повторю еще раз, 8 800 143 03. Значит, на нее, во-первых, должны позвонить все граждане, вот как уже тоже Людмила Викторовна сказала, те, кто вернулись из-за рубежа, то есть, чтобы обозначиться, да, так скажем, потому что не обо всех информация передается из Москвы, вот. Вот, они оставляют свою информацию, фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон, когда выезжал, когда вернулся и в каких странах пребывал. Эта информация нашими сотрудниками передается в управление Роспотребнадзора, и дальше уже идет принятие решения по карантинным мероприятиям и ознакомление гражданина с постановлением о карантинных мероприятиях. Кроме того, с этими же вопросами можно обратиться в регистратуру любых поликлиник, то есть, это тоже своего рода на местах горячей линии, то есть, регистраторы тоже проинструктированы, имеют чек-листы, по которым им нужно привести опросы. Эта информация точно так же будет передаваться в управление Роспотребнадзора. И, конечно, еще хотела сделать акцент, что если вы заболели, даже неважно, вернулись вы из-за рубежа или просто у вас поднялась температура и появились насморк, кашель, не надо идти в поликлинику, надо вызывать доктора на дом. А врач придет, да? Конечно. Понятно. То есть, как раз лучше не выходить в больницу с какими-то симптомами. Хорошего вопроса задали. Мы спросили, врач придет? Врач, безусловно, придет, но я тоже хочу сказать, что иногда с повышенной температурой вызывают или там скорую помощь, или приход врача, и есть определенное мнение, что это должно произойти очень быстро. По неотложной помощи сроков оказания медицинской помощи жестко не установлено. То есть, в течение дня, вечера у нас сейчас, вы тоже должны понимать, что система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой, в очень интенсивном режиме. Да, понимаю. Поэтому доктора все равно приедут, все равно посмотрят. Но вот сейчас у нас неотложная помощь от поликлиник запущена вообще до 12 часов ночи. Поэтому... В течение дня он придет? В течение дня, вечера, даже поздно вечером, но все равно помощь придет. При этом верно ли я поняла, что тест на коронавирус у него брать не будут, если у него не было контакта условно там с теми, кто вернулся из-за границы, если сам он не является? Ну, тест как раз будут брать у всех, кто вернулся из неблагополучных стран. Да. Но у всех, у кого симптомы ОРГИ, тестировать симптомы будут? И кто выводится на карантин, кто себя обозначает, кто выводится на это медицинское наблюдение, они дважды сдают тест из мазок из носоглотки для того, чтобы уже окончательно быть удостоверенным, что с человеком ничего не произошло, что он не является ни больным, ни носителем коронавируса. И выписывается он только после отрицательных результатов исследования на коронавирус. Поняла. Еще вот момент такой хотела уточнить про помощь пожилым людям, которые не могут сами выйти из дома, да, ну, как раз особенно в этот период. Есть волонтеры, которые могут там помочь им с продуктами. Здесь как вот тоже по этому же телефону можно позвонить, который мы сейчас озвучивали ранее? Да, можно по этому же телефону. Информация будет передана ответственному лицу по волонтерскому движению. Хорошо. А еще в целом, если вернуться, например, к такой общей профилактике, люди, кто здоровы в целом, да, как-то вот какие меры в целом для поддержания здорового образа жизни, чтобы как можно реже и меньше цеплять всевозможные вирусы, там, любой этиологии, здесь какие рекомендации вы дадите как специалисты? Сейчас, я думаю, тоже все эти рекомендации уже всем прекрасно, хорошо известны. Это рациональный режим труда, отдыха, 7-8-часовой сон ежедневный, ежедневные прогулки, занятия спортом, закаливание, рациональное питание с фруктами, с овощами. То есть нужно укреплять иммунитет. Если будет иммунитет, естественно, организм будет готов к встрече с любой инфекцией. На сегодняшний день это одно из правил. Никаких диет. А сейчас еще весна, организм ослаблен, нам не хватает солнца. Нужно одеваться по погоде, потому что погода сейчас очень неустойчивая. Это все снижает иммунитет, когда организм переохлаждается. Это тоже риск и стресс для организма. Поэтому иммунную систему нужно беречь, ее поддерживать всеми возможными средствами. Это как раз закаливание, правильное питание. И закаливание этой витаминизации, свежие овощи, фрукты как можно больше. Все то, что сказала Екатерина Эдуардовна, все это приветствуется. Крепкий иммунитет. Вот хотела еще про витамин D спросить, догонку, скажем так, потому что не хватает у нас нехватка солнца, и тоже об этом сейчас повсеместно говорят доктора-терапевты, нутрициологи и так далее. Как вы относитесь к этому витамину, к приему этого витамина сейчас? Ну, это очередной тренд появился не так давно у нас, да. Многие тоже знают, что начали принимать этот витамин D, но, в общем, понимаете, ведь витамины это тоже, ну так скажем, не так просто. Это тоже лекарственный препарат. И по большому счету, как их нехватка, так и передозировка, это тоже серьезно, это тоже не нужно организму. Поэтому, по большому счету, нужно это делать по рекомендациям врача. И под контролем. И под контролем, с определением дозы. Поэтому, вот, я думаю, что вот такое повальное увлечение, это тоже, наверное, не есть хорошо. Ну, то есть дать анализы, показать их доктору, да? Да. Это, наверное, самый первый шаг. А я благодарю наших гостей за то, что они пришли к нам в студию. Это Екатерина Эдуардовна Ведякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области. И Людмила Викторовна Мельникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Я вас благодарю за ценную беседу. Если честно, я успокоилась, своих близких успокою. И это самое важное, что мы должны были узнать именно о вас. Потому что, действительно, еще раз повторю, что истерия в соцсетях безумная. И по этому поводу мы вас здесь очень-очень ждали. Мы очень благодарны. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Возрастное ограничение к приложению Instagram 16+. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь.